Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Павел Михно. Основной и дублирующий состав футбольного клуба Гомель провели товарищеские матчи. Резерв зелено-белых встречался с тречицким спутником. Матч закончился поражением гомельчан 1-2. Основная команда провела спарринг с НФК Крумкачи. В первом тайме единственный гол забил Невалда, реализовав пенальти. На перерыв гомельчане ушли с преимуществом в один мяч. Во втором тайме своих болельщиков порадовали только вороны. На 60-й минуте Дмитрий Пархачев сравнял счет. После финального свистка на табло горели цифры 1-1. Как отметил главный тренер зелено-белых Алексей Меркулов, в этом матче возможность заиграть получила молодежь, а многие футболисты пробовались на новых для них позициях. В ближайшее время гомель проведет еще один товарищеский матч. В субботу зелено-белые сыграют с Бобруйской Белшиной на стадионе с Дюшор номер 8. Это будет уже седьмой товарищеский матч за месяц. Напомню, национальный чемпионат стартует 29 марта. Сыгран последний поединок 17-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Светлогорский ЦКК проиграл Гродненскому УВД «Динамо» 4-2. Напомню ранее, БЧ разгромил Щучин. В каждом из таймов железнодорожники забили по 4 мяча. В РЗ сыграли со столицей. В начале первого тайма подопечные Анатолия Яновского пропустили 3 мяча. Затем собрались и выровняли игру. В конце матча гомельчане ввели со счетом 4-5, однако гомельчане сравняли счет. После финального свистка на табло горели 5-5. После 17-го тура ВРЗ возглавляет турнирную таблицу. В активе у вагона ремонтников 41 очко. Всего на бал от лидера чемпионата разместился Литильмаш. Следом за ним отстает также на очко Витен. Железнодорожники занимают четвертую позицию с 36 баллами. Закрывает пятерку лидеров столицы. У них в активе 35 очков. Светлогорский ЦКК занимает лишь девятую строчку с 19 баллами. Первенство Беларуси по легкой атлетике среди юношей и девушек. 2002-2003 годов рождения проходит в Гомеле. Представитель Гомельской области Степан Чешанков победил в забеге на 60 метров. На дистанции 400 метров первым стал лидер нашей команды Марк Потей. Он установил личный рекорд 50,9 секунды. В толкании ядра гомельчанин Андрей Горбачев занял третье место. Мария Коток победила в дисциплине прыжок в длину. Она показала результат 5 метров 62 сантиметра и установила личный рекорд. На втором месте завершила выступление еще одна гомельская прыгунья Анастасия Антоненко. Соревнования продолжаются. К слову, этот турнир станет отборочным на матчевую встречу, которая пройдет 6 марта в Стамбуле. Гомельская область в последнее время стала значительно лучше выступать на республиканских соревнованиях. И вот занимаются, если раньше они занимались 4-5 место, то сейчас команды во всех возрастах почти регулярно поднимаются на пьедестал почета. То есть именно команда попадает в тройку лучших в республике. Ну и естественно хочется выделить таких ребят, как Концевенко, это шест, Патей Марк, это 400 метров, и Ковалева Александра. Это бег с барьерами. Такие самые яркие, скажем, наши надежды. Белорусская федерация киберспорта запустила новый турнир республиканского масштаба. Отборочные соревнования под названием «Битва городов» пройдут в Гомеле, Могилеве, Витебске, Гродно и Бресте. Теперь региональные команды имеют шанс заявить о себе. Лучшие коллективы отборочных туров получат билет в Минск на гранд-финал и смогут побороться за призовой фонд в 6 тысяч белорусских рублей. Чтобы участвовать в турнире, нужно собрать свою команду и зарегистрироваться на сайте Белорусской федерации киберспорта. К соревнованиям допускаются участники не младше 16 лет. Они будут показывать свое мастерство на специальных игровых компьютерах с профессиональным оборудованием. В Гомель битва городов приедет 17 сентября. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Павел Михно. Оставайтесь на Беларусь4.